Знаете, важно. Уровень артистов, уровень профессионализма, отношения артистов, мотивация артистов очень важна. Из Москонцертовских никто не едет, ни за какими пряниками, никаких вознаграждений никто не получает дополнительно, никто не пытается представить себя. Я тут должен слова благодарности сказать. И вот Паша Ири и всем, с кем мы ездили, каждый делает настолько профессионально, что потом люди просто не отпускают с площадки. Просто еще Ваша речь тогда в самом-самом начале, это было в первом госпитале, и, собственно говоря, мне кажется, от этого прямо вот стало как-то легче. Вы тогда сказали, что мы просим прощения, если вдруг что-то, какой-то материал вам не зайдет. То есть мы сами пробуем, мы сами ищем, и поэтому, если это будет откликаться, мы будем только счастливы. И тем самым мы сняли какую-то напряженность. Не очень вы понимали, как отреагируют, и вот это, Петя, или вот это, и отрегулировались очень здорово, и потом каждый концерт, по сути, регулируется тоже и под площадку, под аудиторию. Уже сейчас мы четко понимаем все-таки, что нужно, что нет. У нас есть общие культурные коды. Это вот совершенно не пустые слова и не пустое понятие, там приезжаешь, понимаешь. У нас есть общий язык культурный, который не так сложно нащупать. Просто надо хотеть, уметь знать чуть побольше песен. Это действительно вот такая специфика артистов Москонцерта. Я не уверен, что многие эстрадные справились бы. А что больше всего, Илья употребил, такой вот верный глагол «заходит». Вот что заходит, по вашим наблюдениям, лучше всего? Всегда просят спеть песни Виктора Цоя, и это универсальный язык. Вы не представляете, как вы меня обрадовали. Вы, ну, просто вот потому что, мне кажется, что Цоя, это вот, ну, Цоя жив, собственно. Безусловно. И поют и дети, и взрослые. Да, дети поют. Просто самые маленькие. Да, самые маленькие поют, стоят, и группу крови, и кукушку, и везде. У них какой-то смысл какой-то в этих словах. Каждый находит свой... Да. А вы общаетесь после выступлений с публикой? То есть происходит какое-то... Да, не подходит. Было такое вот удивительное, щемящее чувство, когда вот мы спели, и вдруг боец подходит, раненый, это было в госпитале, и он дарит шоколадку. Ой, это было так, ну, как-то трогательно. Я говорю, это я вам должна шоколадку подарить. А он говорит, нет, вот вам шоколадка. И вы правда из Москвы? Он говорит, ну, да. Он говорит, будьте добры, если есть возможность, если вам не сложно, зайдите в храм к Матроне, поставьте вот свечку за нас. Я говорю, конечно, конечно. И это для нас, ну, как вам сказать, это откровение просто.